Девушки отдыхают Расул Чебдаров здесь Томас Гайсанов Меня зовут Евгений Чеботков После инцидента с Расулом Мы все равно решили продолжить снимать Потому что он слышит Говорят, он все понимает Говорят, его можно Можно обращаться к нему И он как будто бы с нами Но если вы не знаете, что за инцидент Погуглите Мужчина в одиночку Напал на стаю бешеных собак Очень вирусное видео Ну что ж Шоу Сто иначе Будет продолжаться, несмотря ни на что Как ты, Томас? Да, я ничего, нормально В целом Я уже привык Я вернулся Он вернулся Он родился Я родился Да, уже глаза слезиться начали просто Ну это класс А также сегодня с нами Наша хорошая, добрая и верная подруга Алиса Спасибо тебе, Алис Кстати, вы мой краш Аааа, когда не краш А когда не краш Что ж, эта история на ночь У нас все стабильно Единственное место стабильности В этом быстро изменяющемся мире Да, здесь всегда тепло и влажно Всегда здесь в теплоте и влажности И воздух у нас здесь такой липкий, душный Как в пустыне У нас здесь Дышится, на самом деле, у нас здесь тяжело Вот вдохни полной груди I can't breathe О Да, дышится у нас тут тяжеловато Потому что у нас все-таки Да, да Мы здесь Мы с вами Мы всегда с вами на связи Ментально Через астральное карате Да, можно нас призывать через обряды всякие Абсолютно Спиритические сеансы Спиритические сеансы Если кому нужно Мы можем как бы посещать ваши дома Мы решили еще немножко расширить нашу деятельность И также решать ваши вопросы и проблемы Да Любые Личного, интимного характера Да, можете отправлять мне заявки в Инстаграм писать Сразу фото, видео, материалы Ну, мне просто нельзя писать в Инстаграм Можете писать все мне в Инстаграм Не, ну Если серьезно Еще очень хорошо гадать На истории на ночь Объясню как Это очень просто Так У вас есть вопрос какой-то Да, жизненный Вы не можете решиться Да, да, нет, нет Ну, бывает такое У многих Вы берете любой выпуск истории на ночь И рандомно кликаете На любое место И мы, если вы обратили внимание И мы это делаем с самого первого выпуска Мы ждали, когда это заметят Наконец-то начали замечать Люди писать Мы рандомно Всегда с парнями В какой-то момент В тему или нет Мы произносим слово Да Слово нет Очень часто Да Нет Да Да И вот на да или нет В этом выпуске Мы будем это делать акцентированно Просто, чтобы вы уже поняли Как это работает Ну, то есть Соответственно Мы судьбы людям Вот так помогаем Главное вопрос Здесь правильно сформулировать В этом Вот именно люди В этом ошибаются Чтобы получить ответ Нужно правильно сформулировать вопрос Это основы философских Воззрений И маркетинга Абсолютно верно Сегодня мы поговорим Про философа Маркетолога Герой своего времени Христофора Сергеевича Колумба Для меня тема особенная Так Дважды Тебя принимали за него Нет Дважды Будучи учеником Первый раз Десятого А второй раз Одиннадцатого Класса В американском Культурном центре В городе Уст-Каменогорск В котором я Волонтерил Я играл Христофора Колумба Я играл корабль На На День Колумба Это отмечается Правильно А день Правильно День Колумба Блин Хорошо 12 октября Это день рождения его Типа День Колумба Вау Христофор Колумб Да Классно Подожди Десятый класс Что еще два раза Ты сказал Я одиннадцатый класс А десятый 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 Три единицы Один ноль А ну да Десятый Да Пожалуйста 30 Три плюс ноль Три Пожалуйста А это код Это двоичный код Код Пожалуйста Подожди Десятом классе И в одиннадцатом Классе играл Блин Я думал Ты просто Сказал два раза И было ощущение Что такое В первый раз В десятом Классе А во второй Раз На сорока Пятилетии Своем На своем Сорока Пятилетии Да нет, ну, если вы там хотите сказать, думаете, они меня что там? Ты играл в Колумба, да, значит? Я играл в Колумба. И что ты делал? Помнишь оттуда? Ходил в шляпе какой-нибудь нелепой, наверное. Да, в штанах странных. Ты, короче, постановка была? Да, да, да. И, в общем, ну, я там индейцам предлагал сделку. Бусы на Лонг-Айленд обменять. Типа того, да. Он такой, ого, вот мы и в Индии. Ну, это же безумие, что они их назвали индейцами. Нет, безумие, что них не переназвали до сих пор. Да, 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 да. Это, я не помню, Луисе Кей было. Это же реально, это просто невероятно смешно. Насколько они такие. Ну, да, да, мы ошиблись тогда, но не повод сейчас менять, конечно. Мы привыкли так, тем более. Нам будет некомфортно. Что Колумб, Женя? Ну, я вообще восхищаюсь Колумбом. Еще, потому что ладно бы, если он плал на каких-то катерочках, лодочках моторных, да? Катамаран. Катамаранчиках. Все же на парусах. Это очень прочные должны быть. Да, я понятия не имею. Я, если не ошибаюсь, там они паруса делали из натурального хлопка. Но я думаю, если бы они в этот натуральный хлопок добавили бы еще немного сатина. А может быть, еще и тенцеля немножко? Ты понимаешь, докуда они доплыли бы? Ты знаешь, что это за сочетание? Нет. Я пока не понимаю. Мне кажется, Расул точно знает. Подожди, подожди. У меня вот я в руке сейчас что-то чувствую там сзади. Ты чувствуешь сочетание что-то материализуется? Премиальных тканей. Что там? Твоя версия. Да что там? Ну, как ты думаешь? Да что там за диваном? Я уже знаю, потому что одна сторона у меня руки горит, а другая охлаждается. Это дело биосоактивных. О май гад! О май гад! Это ареалу! Это ареалу! Вау! Женя! Вот это да! Обалдеть! Да, это то самое одеяло, которое можно переворачивать той стороной, в которой комфортно в данный момент. Я не очень сильно разбираюсь, но по ощущениям, мне кажется, его можно стирать при 40 градусах. Так и есть. Ты серьезно? Его можно использовать и без пододеяльника. Он самозастаточный, как одеяло. Обалдеть! Офигеть! И одна сторона теплая, да? А другая холодная? Да, да. Вау! Это тебе, когда тепло... Чтобы еще теплее было, когда холодно, чтобы еще холоднее стало. А, вау! Вот зачем это придумано. А может, еще и скидка какая-то имеется? Конечно! По промо истории тысячи рублей скидки на одеяло актив. Срок действия до конца октября включительно. Бугача! Но у Колумба такого не было. У нас такое есть. Поэтому сладких вам плаваний по вашим бескрайним снам. Вместе с Биос. Прежде чем отправиться в путешествие в прошлое, нужно сказать, откуда мы отправляемся в настоящем. Это место выглядит как подсознание... Как трюм корабля. Да, да, да. Да. На котором Колумб отправился в свое путешествие за пряностями в Индию. Никогда не понимал, какую хрен они за пряностями отправлялись. Что за пряности? Пряности, да, пряности. Нет, я понимаю. Ну, типа, это что? Это типа за перец, там, каркаде. Вот за этим отправлялись? За дурью они отправлялись в Расул. Какая дурь? Дурь, дурь. Гликодин, перец, амфетамины. Гликодин, перец, амфетамины. У нас было два пакетика мяты. Да? Да. Ну, жизнь пресная была в Европе, как и сейчас. За пряностями. И нужны были какие-то сладости, пряности. Куркума. За куркумой, прикинь, отправились. Целые народы уничтожили. Все из-за куркумы. Дотенем целый. В братья Караваева. Они освещают. Ну, а зачем бы ты вот отправился? Я бы никуда не отправился. Из еды? Из еды? Ни зачем вообще. Я вообще еду ненавижу. А какое государство может быть уничтожено до основания, ради какой еды? Блин, тяжелый вопрос, конечно. Для начала надо определить государство какое-то, которое можно уничтожить. Или нужно уничтожить. Вазилон. Я не про Израиль, если что. Как ужасно. Начало отлично. Пока начало отлично. Какой-то сюр. Да. Мы действительно в сюр-кафе. Вы наверняка заметили, что место изменилось, потому что мы неуловимы. Нас не удается отпеленговать. Мы не хотим никого ни в чем винить, но как только мы сменяем место съемки, потом в это место прилетает лазерный удар. Да. Поэтому в день съемки просто команде приходят черные конверты с адресом. Мы встречаемся. Сегодня сюр-кафе. Спасибо огромное ребятам сюр-кафе. Наши хорошие друзья. Подожди, по этой логике сейчас, после того, как мы закончим снимать, по сюр-кафе лазерный удар будет нанесен. Не, а мы же защиту им уже сделали. Мы же уедем к этому моменту. Ну, а вы успевайте. Сюр-кафе. Очень классное место. Да, я не знаю, кто это по нам палит, но однажды мне удалось, если честно, выследить автомобиль, который пилинговал. И он скрылся за поворотом. Я не увидел их название, кроме последней буквы. Так. Называлось, точнее, кроме первой буквы, потому что он так разворачивался. Называется Адкаст. Я не знаю, что там вначале. Может, это отказ от чего-то? Адкаст. Что это может быть? Адкаст. Может, группа Аудкаст? Аудкаст. Ад. Адкаст, да? От слова ад. Первое ад, да? Я бы замаскировал ад чем-то. Блин. Ну, какой-то садкаст. Может, подкаст? Типа грустный, да, подкаст? Садкаст. Ну, если мы выясним, мы это поймем. Да, расследование ведется. Да. Хороший. Так, ладно, давайте все. Что там? Кристофор Калор, да? И что он? Родился? Расул, сходу попадешь, может, в дату рождения? 1654. Томас? Спросим. Он 50-й и 15-го века. 60-й. 13-й, 14-й век. Родился в 1451 году. О, ты попал, да? Да. Нормально. Ну, это же логично. А скончался? В 2002-м. В башних близнецах был. В 1566-м. Христофор Колумб. Также известный в некоторых кругах, как Кристофо Коромбо. Реально? Да. И Кристофоро Колумбо. Как его называют на итальянском? Был все-таки итальянцем. А, он итальянец, да? Да. А, он минсайец. А, он к детективу Колумба какое-то отношение имеет? Это один и тот же человек. Прославился, открыв новый свет, и с тех пор приписывают вообще в Соединенные Штаты неразрывно связано с именем Христофора Колумба. Родился в очень бедной и скромной семье, в районе Лигурии. Алиса, где находится Лигурия? Лигурия. Страна Италия, зона северо-западной Италии, включает Адм. Соединенные Штаты неразрывно связано с именем Христофора Колумба. Родился в очень бедной и скромной семье, в районе Лигурии. У него было три брата. Бартоломео, Джованни и Джакомо. Которого он называл Диего. И сестра Бьенчинетта. Как? Бьенчинетта. Его отец Доменико был ткачом и владельцем таверны, который рассказывал о морских путешествиях все время, о мореплаваниях. Сыну, да, сын рассказал? Маленькому, да, Христофору. Вау. Однако сам ни в каких морских путешествиях не участвовал. Нам мало что известно о ранней жизни Колумба. Здесь мы можем вообще предполагать всю штуку. Давайте предположим. Как его могли дразнить с этим у него? Христофор, светофор? Он вообще говорил, что он уже плавал в 10 лет. Но никаких доказательств, скрою его собственных слов, нет. Когда ему стукнуло 20 лет, он уже побывал в Исландии и в Эгейском море. Нормально. В 1476 году ему было уже доверено командование торговым судном, на котором он еще подростком устроился работать, а потом начал сам управлять. Блин, в то время, наверное, это очень крутая работа была. Дальнобойщик это? Не, не, ну прикиньте, в то время, если основная масса населения была вот эта, которая, когда князь какой-то проезжает на коне и вот так монеты разбрасывает, основная часть населения бежала за монетами и в говно вот так лицом падала, в лошадиное, понял? А он уже тогда был этот, на корабле, там, куда-то гонял. Поплеено все в голых женщинах, везде вся каюта. А я это представляю, торговый корабль, как пюре европейский, который по воде плывет. Что было вместо дисков у него здесь? Вместо дисков? Какие-то арфы маленькие, да? Не работающие. В чем они играли? На чем они там? Не работающие арфы. Он такой, а зачем маленькие не работающие арфы? Ну, чтобы слепить маяк. Маяк там каких-то. Ай-ай. Он, значит, такой, теперь мой корабль, я им управляю, с этим кораблем уже никаких проблем не случится. И он плыл в том же году, 1476-м, плыл, и на корабль напали пираты. Хазары, прикинь, в моменте. Хазары. Неразумные хазары. И разгромили корабль, потопили его. И выжил только Колумб. Зацепился за кусок дерева. За кусок пирата. И его прибило к португальскому берегу. К Лиссабону. Нифига себе. Как прибило его удачно. Где он начал изучать математику, астрономию, картографию. Как же он? Вот только, я представляю, как его все приплыл, сразу встал. Что, это учебник, что ли? Математику, астрономию, картографию, навигацию и серфинг. Красавчик. В основном серфинг. А прикиньте, Колумб на самом деле был вот этим типом, который на Бали под 10 лет живет. Он такой, в красных плавках. Он поэтому в Индию и хотел. Он на Шри-Ланку вообще хотел. Да, блин. К Кентамк своей. Ты что? Ты что? Колумб, блин, соберись. Да нет, это не надо собирать. Надо наоборот. Надо быть частью вселенной, которая славлена. Так, и что же так? Все, давайте начнем. Нет. Он, значит, тогда, изучая в Португалии навигацию, начинает вынашивать план, который изменит мир. Яндекс-карты. Нет, он же основатель Двагиса же. Дубльгис. Нет, Двагис. Дубльгис. Ты откуда, с Урала или с Сибири? Нет, они сами переименовали себя в Двагис. А как, помнишь, было, да, деление, что говорили Двагис или Двагис? Да, ну, в Сибири за Урала им говорили Двагис. И они сами организовали компанию, назвали ее Двагис. Переехали в европейскую часть России, и все такие Двагис, 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 Двагис. Ну, странно Двагис говорить на два, когда цифра два. И они такие, блин, ну, мы, конечно, тут это и переименовались в Двагис. Предатели. А сейчас делают очень много крутых изменений, приглашают классных амбассадоров. Двагис. Жизнь всегда лучше с ним. Слоган придуман на ходу, если что. Жень, вот все, хочу спросить у тебя, но никак подобраться вкратчиво не могу. Ну-ка, давай. Вот все интересно. Вот книжка твоя вот эта волшебная. Да. Вот ты в нее вот эти истории подгружаешь как-то или как? Так, и можешь ли ты туда вообще любую книгу подгрузить или что вообще? Как происходит у тебя там ситуация? Вопрос, пойдите. Да, я понял, но как я туда подгружу? Я просто открываю на рандомной странице и там что-то... А что тебя так это заботит? Да просто у Пелевина книга новая вышла. КГБТ плюс. Вот хотел, чтобы ты тоже прочел ее. Пху. А ты сам прочитал? Я вот начал. Томас. Томас. Братишка, ты читал? Жень, пора раскрыть тайну. Томас и есть Пелевин. Чего? Блин, ну теперь... Это на самом деле очень логично, потому что слишком много совпадений было. Ну я теперь обязан прочитать. Я обязан теперь ее прочитать, потому что это Томас Пелевин написал. Крапец. Не хочу спойлерить, но в книге есть мемо-советы и древние психотехники, которые помогут прожить нашу с вами эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики. Ну это интересно. Электронная и аудиокнига в озвучке Максима Суханова и Федука доступна эксклюзивно на Литрес. Это крупнейший сервис цифровых книг, там больше миллиона произведений как в текстовом виде, так и аудио в формате. Круто, вау. Выгоднее всего Пелевина читать по Литрес абонементу. По нему каждый месяц за 399 рублей можно получить одну книгу до 700 рублей из основного каталога и две дополнительные из редакторской подборки. Книги останутся у вас навсегда, даже если абонемент закончился. И, конечно же, у нас есть промокод на 20% скидку. Расул, что это у тебя там за ухом? За ухом? Что это? Блин. Что это? Как он сделал это? Я не знаю, что это. Это промокод, это промокод. Это промокод НАНОЧ. Используй наш промокод, переходи по ссылке, сканируй QR-код, получай доступ к огромному количеству книг на Литрес и читай, читай, читай. Вся надежда на тебя, братишка. Ладно, а мы дальше. На сестренки. На сестренок тем более. Он был женат на португальской дворянке Филиппе Монис Перестрелло. И ее брат погиб в перестрелке. Блин. Ну это нельзя такие пропускать. Имел сына Диего к 1480 году. И в общем, он занимался тем, что в основном обслуживал торговые интересы Португалии. Водил корабли к Западной Африке. Климат, в котором вырос Колумб, значительно отличался от климата его родителей. И он, если честно, много занимался в тот момент торговлей. И надо обозначить еще очень важный момент, что Колумб, в первую очередь, и всю свою жизнь, он в первую очередь был торговцем. Он не был открывателем, военным, каким-то там исследователем, путешественником. Я просто сразу представил, как вы на рынке что-то всучиваете, чай там. Это чай, знаешь, что за чай? Чай. Это же, брат же, это же мой же чай. Это же португальская же чай, что ли? Что такое загадочное? Я просто не хочу ваши ожидания оправдывать. Нет, да я понял, да. Ай, это чай, чай. Пожалуйста, очень легко. Ай, чай, чай, чай. Я Черистофор Колумбе. Черистофор Колумбе. У меня сейчас все в товаре. Я в Индии торговать буду. Ай. У меня в Индии свои точки есть. У меня пару контейнеров там тоже есть. Что тебе привезти? Я телнок. Я телноком занимаюсь. У меня бизнес свой есть. Да. У меня вчера лево Португалию я знаю. Сухопутные торговые пути на восток действовали достаточно давно. Но существовала одна большая проблема. Почему не получалось. Ну, затруднительно стало условно из Португалии и Испании отправляться. Просто из Португалии и Испании надо было отправиться из востока привезти пряности. Какие нахрен пряности? Я не понимаю, что за пряности. Это чисто ложь какая-то. Нам нужны пряности. Да эти герои это наркотики. Наркотики. Это какие наркотики? Нет. Это вообще, ну, как ради пряности можно куда-то отправляться. Ну, поешь без соли там, я не знаю. Поешь без этого. Соль и спайс. Ну, здрасте. Ну-ка. Ну, нет. Расул. Это ты же все привык. Сырым. Сырым. Не прожовывай. Как крокодил. Сырым. Я думаю, затруднены у них пути были торговые, потому что Средиземное море было полностью. Турецкая и Османская империя контролировалась, и они сильно, конечно, напрягали их. Абсолютно верно. И, наверное, Суэцкий канал какой-то тогда не был, наверное, еще. С 1453 года, когда пали византийцы, турки-османы начали грабить все эти торговые пучки. Турки-османы. Ну, правильно. Потому что турки не понимали, что за пряности, и грабили все это. И приходилось так, как ебать Африку, да, чтобы туда попасть. И он такой, а я вот так землю обогну. А, круглая. Откуда он мог знать, что земля плоская? Ой. Тогда знали, да, что земля круглая уже? Ну, это уже была такая передовая мысль. Это как сейчас... Плоская. Ну, есть же теория о плоской земле очень знаете. Ну, да. Сторонники круглой уже земли. Это были узкие такие организации. Это не повсеместно было. Это было так же походило невероятное увлечение попом и мэй. То же самое. То есть, люди разбираются, знают что-то. Какие-то свои герои, фрики там есть, да? Самые избранные только разбираются. То же самое. Умирает в 1485 году его жена Филиппа Перестрелло. У нее там что там, у них какая-то Перестрелла в вагоне? Что это она там? И тут Колумб понимает, что время настало для больших открытий. Все, пападелло. Поплыл он, короче. Я поплывало. Йоба приехал в Испанию, где начал пытаться получить грант. И вот... Он понял, что ему нужно финансирование. И он прочитал книгу «Трансформатор». И начал искать подход к своему бизнесу. Вадим Зелом. А я с Шабудзинов. И что он там дальше? Европейцы в то время немного знали о морских путешествиях. И европейские купцы, они больше доверяли суше. И они не совсем понимали, как можно там иначе поплыть. Значит, и в тот момент Колумб активно начал читать разные книги, тексты о географии. И... Но европейские торговцы говорили, нет, единственный вариант сейчас торговать, это через Черное море плавать. И все, только Черное море. Либо крипто. А ему Черное море не очень нравилось. После инцидента в Геленджике. В течение десяти лет до 1492 года Колумб лелеял свое растущее желание плыть на запад, потому что он четко понял. Можно оказаться в Индии, если плыть не на восток, а на запад. Гениально. И он решил, что ему на пути... У него есть три большие цели, которые он должен посетить. Китай, Япония, Индия. Уже тогда начали делать Наруто комикс, потому что, чтобы такое количество сезонов выпустить. И он решил его тоже там зазырить. Он читал Пьера Дьяли, французского кардинала, который писал в начале 15 века, описывая путешествия. Он очень много читал Марка Пола, читал Сера Джона Мандевиле, при том, что он не был ученым, но он очень много впитывал. Ну и, конечно, смотрел Птушкина постоянно, чтобы набраться какого-то представления. Но он очень много впитал оттуда и верил на 100% в сферическую, вкруглую форму Земли. Совершенно самонадеянно утверждал, что расстояние от Канарских островов до Китая 3,5 тысячи километров. Ну, он представлял себе размер такой. Это, конечно, немножко его подводило. Алиса, где находятся Канары? По данным русской Википедии, Канарские острова, архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки. Вау. В общем, ему казалось, что расстояние будет гораздо ближе. Если плыть на запад, то вообще будет прям раз, Индия. Сразу. И он решил это всем доказать, всех поставить на место. От Марка Пола он начитался в красочных описаниях, что в Индии золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни. И самое главное... Пряности. Хрен пойми, что это опять. Хрен пойми, что это опять. То есть людоедами, которые пожирали своих пленников. Многое описывалось про разные острова в Индии, Китае, Японии, где живут люди-людоеды. Люди с головами собак. Были острова, где мужчины и женщины ходили все время голыми и жили на разных островах. А путешествия сэра Джона Мандевилля, которыми он тоже вдохновлялся, оказались выдумкой. Это просто был тип, который писал фантастику и выдавал это за свои реальные путешествия. И он описывает острова с людьми с одним глазом, люди с собачьими мордами, люди с двумя лицами и люди вообще без лиц. И смешно, если прочитав всех этих трех писателей, Колумб такой, ну только у него правда. А думаю, что у тебя какая-то скукота. А так люди верят всему, что пишут, не проверяют источники. Главная проблема, с которой столкнулся Колумб, это проблема, так сказать, финансового интереса. Финансирование. Проблема была в том, что торговые пути контролировали на тот момент арабы, торговцы. Они очень сильно ломали бизнес португальцам и испанцам. Торговались постоянно. Два доллара, два доллара. Очень дорого. Да блин. Дайвингом занимались, да, там на Красном море. Вы сказали, что Синбад мореход араб был, оказывается? Ну а кто еще, если он Синбад? У Колумб отправился к королю Португалии Иоанну II. Сказал, пожалуйста, дай финансирование, денег. У него была карта Тосканелли. Там были расчеты Марка Пола, другие документы. Он по этим документам... У него была карта банка Тосканелли. Работает в любой точке мира. Без офисов. Можешь мне прямо на нее перевести тогда? И как раз-таки там было расстояние просчитано, что от Канар до Китая примерно 3-3,5 тысячи километров. Но король Иоанн II рассмеялся и сказал, что это ничего не получится. Урек сказал, что никакого там... Ну, реальное, кстати, расстояние, если кому-то интересно, 20 тысяч километров. Ну, ошибся, что ты подумаешь. Он, Колумб, отвергнутый, был очень обижен. Но он такой, я Портвейн, и что еще есть португальское, никогда больше. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду, Портвейн. Ничего. И отправился в Геную. Встретился с правителем Генуи. Тот сказал, очень интересно, но нет. Спасибо, но нет. Прикинь, если правителя Генуи звали бы Гена. Я Гена. Поэтому так страна называется. Гена, ну я. Ген, ну я. Ген, ну я. А я, мы думали-думали, у нас страна же без названия была. Сначала 12 лет. А потом я иду вот так грустно, я глаза опустил, и одноклассник мой кричит. Ген, я такой, ну я. Так и стали. Тогда он уже на все психо... Ну и поехал окончательно уже в Венецию. И уже венецианцы ему жестко отказали. Сказали, никаких тебе денег. Ты что, дурак? Тогда он отправился к королю и королеве Испании. Фердинанду второму и Изабелле первой. Нормально. Видно, что у них в доме хозяин. Хозяйка. Они отвергли его. Но они настолько заинтригованы были его планом, что сказали, мы не можем покрыть тебе полностью. Полностью экспедицию. Но какие-то бабки мы тебе, если кайф на тебя, взгреем. И Фердинанда и Изабелла в тот момент в разгаре были своих проблем. Они изгоняли мавров с территории Испании. И они такие, ну, можно, можно, можно. И тогда, в конечном итоге, он немножко подождал. Они все-таки завершили свою реконкисту. Изгнали из последнего места из Гранады. И изгнали мавров. И предоставили деньги старине Колумбу. И знаете, чем он их зацепил? Он их зацепил тем, что сказал, мы там христианизируем всех этих индусов. А испанцы, они были очень на христианской волне. Они такие, это, ну, это здравая цель. Здравая тема. А Колумб хотел денег и славы. Но вот Фердинанд и Изабелла хотели экспортировать католицизм. Так как Колумб был сам набожным католиком, то он, ну, ему труда не составило. Солом сказать, мы одно дело делаем с вами. Как же, значит? Он заключил контракт с испанским правительством. И по этому контракту он оставлял себе 10% от всего, что найдет. Также при этом получал титул губернатора и дворянский титул. И все земли, с которыми он столкнется, он также передает Испанию и себе в 10%. То есть один в один, как контракт с Блэкстаром. 10%. Ну, это классный стартап, если честно. Скажи, это Скруджа. Отправляясь в путь, Колумб нес с собой поручение от короля и королевы Испании, дающему право открывать, приобретать все острова и материки, которые ему встретятся. Время было, конечно. Да, прикольно. Сейчас так не поедешь же уже. Сейчас уже все открыто, блин. Ничего не откроешь уже. Либо надо сначала все закрыть. Чтобы потом это открывать? Да. Я бы хотел быть, блин, первым открывателем Зары. А я хотел бы быть закрывателем. Просто все отменять. Типа нет больше страны, вообще ничего нет. Это страна закрытая. Да, выезжайте с этих территорий. Интересно. Если король и Колумб рассчитывали захватить власть над какой-нибудь частью Индии, то они, ну, в принципе, видели, что для этого ничего не нужно, кроме документа, подписанного самим же королем. Алиса, а какая сейчас погода в Индии? Предположу, что под погодой в Индии вы имели в виду погоду в деле. В таком случае в настоящее время в деле плюс 32, облачно, с прояснениями. Надеюсь, вам это помогло. Ну, раз в деле облачно, с прояснениями, тогда мы тоже в деле. Мы в деле. Одна из главных целей, которую ставил перед собой Колумб, цивилизировать дикое население. В те времена цивилизировать и христианизировать было одним и тем же. В то время христианство сопровождалось цивилизованностью. Но при этом, ну, как бы, это не может считаться. Многие критики в тот же период, в то время говорили, ну, вот греки же, например, или римляне. Они же не были христианами, но они были цивилизациями. И этот довод очень не нравился испанскому королю, королеве. Если они это слышали, они прямо с этого ток-шоу уходили сразу. В то время активно использовал слово варвар, обозначая, в ином смысле, если раньше, допустим, варвар говорили про просто иностранца в Греции, но греки древние варвары называли любого иностранца. То барбар, бородатый. То сейчас, вот в 16 веке, 15, варвар становится символом, по сути, не христианина для этого западного мира. Северная Африка тогда называлась варварским местом. Берберы, пожалуйста. Кусают брежневую веру. Пожалуйста. Некоторые части Индии, по описанию Марка Пола, должны были быть гражданскими, но также много было и варварских земель. Те самые, где люди ходят голыми и не испытывают стыда. Именно описание вот таких диких мест очень сильно сбило с понтов Колумба, и он подумал, ну вот их можно христианизировать, цивилизовать и просто забрать их, и все. Никаких не будет проблем. Колумб отплыл из Палос де ла Фронтера в пятницу 3 августа 1492 года. Через 6 дней пути он доплыл до Канарских островов. И там непонятно, чем занимался в течение целого месяца. Да, блин. Че, кайфовал? На отельчике жил, каком-нибудь в отельчике там. Наслаждался жизнью. Блин, они такие, блин, спасибо, что вы нас открыли, потому что... Там еще братки из 90-х. Канары! Канары так сильно связаны с 90-х. Из 1490-х. Канарские острова неразрывно связаны с чудесами. Здесь мы можем вспомнить знаменитейшую цитату из фильма «Ширли-мырли» о том, что стоимость драгоценного камня, найденного в Сибири, такова, что все россияне на три года могут спокойно переехать жить на Канары. Но вообще, Канарские острова – это действительно просто чудесная, неописуемая красота. Что-то типа района... Ну, не с такой инфраструктурой, конечно. Он на месяц протусовался, значит, на Канарах. Нифига себе, как мы от Канарда отлетели. И 6 сентября он... В общем, 6 сентября уехал. Через 5 недель он нашел Индию. О май гош. Он прибыл на Индию, увидел голых людей на берегу и такой, ну вот, как Марко Поло и описывал, все именно так. Ничего не поменялось. Он нашел типов, которые ходили с пробками в носу. Все сложилось у него. Он такой, ну это Индия, точно. Пробки, чтобы не вдыхать специи. Как же достали их, эти пряности. И он тут же начал понимать, что установить испанское владычество ничего не стоит вообще. Потому что люди начали оказывать ему почтение там. Он пробул там всего два дня, плавая вдоль берега. И потом слышал громкие крики, в которых эти туземцы начали к нему обращаться с уважением. И он видел, что они кричат там, но как бы кричат с уважением. Как ты орешь человеку, кто на пароходике мимо тебя проплывает? Хорошего дня! Респект! Хорошего дня! И он слышал их фразы, и они же не понимали их язык совершенно. И Колумб сказал, что он их язык понимает. И перевел своей команде, что эти местные туземцы говорят ему, приходите, и люди, сошедшие с небес, вы наши спасители. Вау! И вся его команда, она, ну, естественно, в это поверила. И такая, ну, конечно, мы спасители для них. Он отправился на основе их знаменитых кораблях Нинья, Пинта и Санта-Мария. У них кортеж был. Кортеж был. Нинья – это маленький, Пинта – крашеный, но Пинта так называют, так проститутка называли. И Санта-Мария. Маленькая проститутка Санта-Мария у него получилась. Но это три разных корабля. Ну, все вместе сложить в один корабль. То именно так. Нинья Пинта – Санта-Мария. Нинья Пинта – Санта-Мария. И все с этой группой. И Хунтус. И они решили. Главной целью он все равно ставил Китай. Это вот... Мы сейчас выделим. Он четыре раза вообще плавал. У него было четыре осознанных заплыва. Убежденный, что это Индия, да? Индия или Китай, да. Но вообще он прям сильно еще хотел в Китай. Не понимал, почему он всегда в Индию приплывал. Он при своей жизни, он так и не понял... Вы же знаете, что он умер с ощущением, что он в Индии и был. Он так и не понял, что это новый континент. Разнос. То есть он просто такой... Это вот мы в Индию плаваем. Это она и есть. Так. Для Испании... Так. У него были с собой документы, которые он готов был предоставить в случае каких-то вопросов. Контракт между ним и короной, который обещающий монархии 90% прибыли. И рекомендательное письмо. Подписано Фердинандом. Выпуск из кадастрового. ЖБИ. НДФЛ-2 и пошлина. Первое его путешествие можно выделить следующим образом. Это путешествие 1492-93 годов. Это когда он плавал по Карибскому морю и встретил людей на пляже. Вот то, о чем мы сказали. И там ходили всякие эти продавали, знаешь, безделушки. Кукурузу. Кукурузу, очки какие-то, напульсники вот такие. Ну, как они навязчиво иногда, когда, да, надевают тебе эту штуку. Мой презент для тебя, мои друзья. Ой, какие они хорошие все. Подарки, да. Они такие дружелюбные. Все улыбаются там. Улыбки у них везде на лицах. Ну и нифига себе. Увидел людей, загорающих на пляже, да? Угу. И вместе с капитанами Нини и Пинты попал туда, поплыл вместе на берег. С ним был еще королевский инспектор. Приколоса, типа, чудо. Угу. И он, значит, приплыл туда и сказал, это теперь территория Испании. Нифига себе нагло. И чтобы все было задокументировано, королевский инспектор написал письмо, на испанском передал этим типам на пляже, что они теперь территорию Испании. Презент для тебя. Мой презент. Туземцы смогли в итоге объяснить спустя долгое время, как называется их остров. Назывался он Гуанахани. Да, Кубава. Куба, наверное. Гуанахани. Это, значит, это рядом с Кубой маленький островок. Они Гуанахани как слышали, так и перевели на испанский. То есть абсолютно созвучно. Сан-Сальвадор. Угу. Прикинь, ты просто сидишь на острове, к тебе подплывают типы и говорят, теперь ты гражданин Испании, это Испания. Это Сан-Сальвадор. Евросоюз, кайф. Туземцы, вероятно, продолжали как-то называть по-своему это, но испанцы запретили называть это по-своему. Сказали, теперь это Сан-Сальвадор. Также им сказали, что они, так как они находятся в Индии, это теперь, они теперь индейцы. Они им просто говорили, те же ничего не понимали же, ну так? Ну да. Они просто такие... Знаешь, где в каком-нибудь Таиланде, который невероятно дружелюбный местный житель? То же самое же было. Я вот, да, я вот в Таиланде так всех... А где вот эти, которые индейцы, которые там сердца людей ели, голову отрубали, они где вообще? Они заняты были своими разборками. они, ну это же надо понимать, древнейшие времена они разрабатывали приложение Mail.ru иначе кто его разрабатываешь? Только жестокие индейцы-убийцы и далее они поняли, что ну все эти индейцы, все эти жители разные, везде отличаются во всех местах, но чтобы не путаться решили всех их называть индейцами хотя они все себя считали абсолютно разными народами каждый остров, каждая центральная, северная, южная они все говорят, ну мы разные, но испанцы такие здорово, но вы индейцы все индейцы далее значит эти европейцы, которые там вместе с Колумбом остались на этом острове потребовали подарков для себя и островитяне их одарили дарами после остановки на Канарах корабли отправились после мелкого ремонта отправились через Атлантику дальше они плыли, плыли, плыли очень много людей погибло за это время, за пять недель кто-то заболел кто-то от болезни кто-то от жажды, от голода он все продолжал искать Азию, дорогу свой путь и тут он основывает общину на Гаити эта община состоит из 39 его людей сделан он это не намеренно, а вынужденно так как Пинта и Санта-Мария потерпели кружение и осталось только Нинья и он понимал, что на ней места нет и команда из Пинты и Санта-Марии начала жить на Гаити ну все ну живи, теперь тут все потому что корабль их уже не мог принять и он их просто бросил на Гаити оставил и уплыл когда-нибудь заберу и уплыл назад в Испанию взяв с собой некоторое количество к нему пришли на переговоры эти туземцы и он их похитил и привез их показать в Испанию он приплыл европейский мир был взволнован и испанские король и королева были в восторге от того как что можно еще целые народы христианизировать и принести туда католицизм это их ну невероятно возбудило новые фолловеры тогда ему сразу же он в тот же год когда приехал 1493 ему говорят не засиживайся дуй еще и он отправился в свое второе путешествие с 93 по 96 он попал туда уже сразу говорит что он все что он встречает он губернатор этого ну блин по кайфу я приставил с удостоверением ты знаешь я кто газуем э до конца газуем как будто тип который всех девчонок типа переспал со всеми девчонками да и с этой спал и с этой да и ее только увидел сразу переспал то же самое газуем и он отправился туда уже не с тремя кораблями а целых 17 кораблей ему дали нормально они уже направились туда с уже с лошадьми сразу на Гаите уже дали с собаками но они уже плыли по этому маршруту да он взял с собой очень много мастифов собак которые уже на тот момент были натренированы испанцами в борьбе против мавров и он ну использовал этих мастифов которые которые не водились там собаки и натравлял их на местных жителей чтобы они они очень пугались этих собак они их травили они не видели собак до этого да никогда ну наверное ты испугаешься когда ты увидишь первую собаку что-то с клыками вообще такое знаешь и все послушное почему-то его очень слушает алиса каких размеров бывают мастифы нашла ответ на собака точка вики слушайте размер взрослой собаки рост 62 65 сантиметров вес 40-90 килограммов собаки терроризировали местных жителей выслеживая их и ну как они пытались спрятать собаки по запаху находили приводили туда европейцев которые уже их убивали этих он начал активное покорение этих островов если кто-то сопротивлялся был уничтожен сразу и отправился оттуда на Ямайку на Ямайке когда-то жил уже тогда в реальности там жили в них живут в реальности отправляясь далее они испанские поселенцы они начали говорить что всех кого мы встречаем мы предоставляем отличные условия то есть люди жили просто на своей вот этой земле они же предлагают им работу бесплатную рабскую и они будут защищать их и не убьют нормально что-то хорошие условия почти как Water Price House там же такие условия как в КПМГ Water Price House назвалась эта тема аудиторские вот эти компании Water Price Coopers Coopers Brothers Я же Браздерс работаю население очень сильно сократилось не в количестве а в размере маленькие стали как хазбики все стали значит ну там огромное количество людей они там перепытали перебили туземцы региона превратились в рабов и он сказал что можно любого туземца пытать и убивать если это необходимо ужас бедные люди европейцы погибали только из-за болезней в тот момент потому что они были во-первых плотно защищены индейцы такие стрелы им были не страшны но сифилис проникал под любые латы под любые латы третье путешествие Колумба 1498 1500 хотя там европейцы испанцы уже обосновались плотно Колумбу еще предстояло найти путь через острова которые он до сих пор и он считал что после вот этих островов уже сразу Китай он думал это индийские какие-то страны но за ними сразу Китай и он опять отправился туда к этому времени колонисты Колумба активно занимались захватом продажей туземцев рабства и ежедневно подвергали очень жестокому обращению Колумб возражал против такого обращения с туземцами и говорил что надо тоже ну как-то попроще но несмотря на это в 1499 году ему выдвигают обвинения сначала в коррупции а потом и в тирании он и его брательник Диего были арестованы и отправлены обратно в Испанию для ответа они прибыли их направили в суд однако Христофор Колумб сказал можно мне связаться с Фердинандом Изабеллой Фердинанд забыл заступили за него и их с братом отмазали просто время потеряли просто связи связи и все связи решают да и они значит он опять отправился в новый свет и сказал что бить бить туземцев это очень плохая вообще практика и вот в этом путешествии он вводит правило что если уж вы хотите что-то сделать ну неподчиня отрезайте им уши и языки ну не убивай же ё-моё ну не убивай же ну а где же это же мы же люди язык отрежьте уши отрежьте и всё пускай бегает бегает ему он говорить по-нашенски не умеет нахрена ему язык а собственно если нашенски не понимает уши нахрена ему всё отрезал бегает на своём вот этом птичьем кальбульбальба вот и всё пускай бежит что-то человечество должно быть в конце концов они вот так хотели христианизировать население отрезаем уши да языки молодцы честно говоря прикольно ну а как ещё ну а как же там типа пацаны вот так не делается вот так вот так оденьтесь там надо надо объяснить что вера Христа страдания в первую очередь вот он вот так ну понятно четвёртое путешествие 1502 1504 Колумб вернулся с флотом уже из 30 кораблей из которых он попал в шторм и потерял 29 кораблей нормально вот он фартовый тоже он прибыл туда ну он он был в Испании точно находился в пацаны потом приплывал проверял что там происходит он прибыл назад и понял что губернаторы которые там живут которых он там оставил они им говорят не надо же с нами общаться ну ты нам не нужен что ты приплываешь сюда мы уже тут свои жить и он дико обиделся из-за этого что ну они его больше не слушают и вот Елюйкова он оставил да там они уже быт свой наладили там да нифига себе он приезжает к ним как главный они такие мы уже тут самые главные у нас тут же свои проблемы а он и он прям такой че я же вас же открыл это же привезу сюда же вас в одиночку Колумб начал следовать Гондурас исследовать Гондурас далее Коста-Рику и потом плыл на корабле и потерпел кораблекрушение прямо у Ямайки туземцы отказались ему помочь из-за чего он очень тоже на них обиделся он вообще обидчивый был человек тупые тупые я же вас собаками разорвал без ушей без этого без языка помочь не можете что ли ты че помочь не можешь мне я тебе все поотрезал губернатор области тоже он запросил спасательный корабль и они ему его не предоставили что-то его не любили походу если послушать походу не такой он классный чувак тогда он собрал всех туземцев на Ямайке и сказал что сейчас он возьмет свет солнца и выжгет их всех и если они его и заберет весь солнечный свет так как он точно мог предсказать лунное затмение он читал книги он знал когда будет лунное затмение оно произошло 29 февраля 1504 года и он сказал это он сейчас он сейчас остановит солнечный свет навсегда и случилось затмение и он сказал если не поможете я его верну если вы поможете мне если не поможете я не верну солнце вам никогда и это так их напугало что они благодаря этим туземцам он был спасен по факту блин а прикинь если бы они такие да ладно пофигу можешь не помогать мы тебе не помогаем можешь не возвращать солнце и он такой да блин я такой да я сжарился над вами дурек не надо было жариться на шашлык пустили его и он благодаря этим туземцам которых он мучил отправился домой припыл в Испанию и прожил еще спокойную жизнь два года где от болезни скончался в своем доме в Вилья-Долиде конечно вообще Христофор Колумб считается действительно ну открывателем ну да Америки но при этом ни слова Америка при нем не появилось ни он ни понятия не имел что это какой-то новый континент он был уверен абсолютно что все это время он воюет с Индией это индейцы да Америка это же это имя Америка Веспуччи да другого итальянского путешественника да потому что тот уже первый кто описал он был гораздо позднее но он первый кто красочно описал и даже он был реально не первый человек кто описывал новый новый вообще он просто очень красиво описывал природу местных жителей и за то как красиво он это делал и ярко людям так это сильно нравилось что они начали это передавать другая закрепилась за его имя Америка прикинь Америка он он использовал намеренный Америка потому что это были еще старые времена он он говорил на албанском интернет языке креветку Америка Америка ГГГ и он придумал у него был еще интересный момент когда он практически погиб Колумб когда он возвращался с одного из своих заплывов второй или третий раз он опять оказался в Португалии и пришел королю Португалии начал над ним насмехаться что тот в свое время не дал ему финансирование и если бы тот ему дал финансирование это бы стала Португалия а теперь это все земли Испании что по факту реально так если бы были португальцы он бы заселял из Португалии и вся бы сейчас Латинская Америка говорила бы на португальском такой что братуха что нормально он сейчас Испания большая а вы маленький да да сфор натури и король так разгнелся и готов был его убить его схватили и чуть не казнили но в последний момент он тролль вообще тролль но он такой авантюрист был на самом деле схемщик темщик да такой был авантюрная личность он знаменателен в первую очередь тем что он первый человек который все-таки допустил эту то есть возможно допускали многие а он реально воплотил в жизнь возможность вот этого заплыва в запад через запад в Азию мечтатель просто мечтатель понимаешь мы с тобой мечтатели человек вот мечта только ведет но при этом стоит помнить что именно благодаря Колумбу были уничтожены целые культуры но чего не сделать ради мечты их заставляли работать отдавать абсолютно рабским трубам которые никак не оплачивались с этих остров вывезли абсолютно все золото всех затравили собаками насиловали всех неугодных пытали уничтожили языки которые там существовали уникальные языки на этих островах всех заставили учить испанский очищенные туземцев земли насильно заселяли рабами из Африки коренное население практически на всех этих островах было уничтожено офигеть колумб 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 итальянец да он был итальянец пожалуйста но и личность его стала плюс-минус обсуждаема и известна по факту только в 19 веке в 1828 году история жизни и путешествий Христофора колумба это Вашингтона Ирвинг это мог быть вообще вымышленный персонаж который так давно типа уже существует что мы такие но он был могло же такое быть написал это Вашингтон Ирвинг и это сильно затрудняет это произведение слишком затрудняет научное исследование потому что эта книга была о бесстрашных путешествиях европейского исследователя который открыл Соединенные Штаты Америки ну есть что само по себе абсурд потому что никаких Соединенных Штатов Америки не существует до сих пор так вот пожалуйста Женя там был может подтвердить что там ничего нет там пусто вот так гладко это картинка зеленка это вам по телеку показывают это все Голливуд там ничего нет уходишь гладко это все в этом снимают в павильоне в этом скажи в Венгрии в Венгрии либо часть в Венгрии снимают часть в главкино часть пожалуйста Америку придумали 24 на 7 просто снимают Америку что мы делаем снимаем Америку что ну создаем миф существующего государства зачем много вопросов задаешь никто уже не знает зачем это делается просто делай просто делай прикинь реально ты садишься в самолет и тебя просто 12 часов вот так вокруг катают в России понял и ты прилетаешь в павильон меня торшнит а сейчас и там же в павильоне там просто день ночь меня бесит блин кстати да реально в Америке если вверх вот так в небо что-нибудь подбросишь там раз не подболударяется у них же подошва на липучках все а ты что думал ну нету Америки нет Америки не существует долго ходить никуда нельзя и все там же там же все на автомобилях перемещают там не автомобиль перемещается там просто садишься и ты на месте стоишь его так качает аппарат ну интересная история конечно молодец Колумб молодец спасибо ему за то что ты сделал все молодчуля конечно дай бог ему здоровья где бы он ни был сейчас нет почему а ну да да для гадания да ну Колумб Колумб мог мог просто сидеть правильно мог поплыть по каким-то изъезженным маршрутам хотя до сих пор все исследователи все исследователи сходятся на том что все-таки действительно первыми были в Америке викинги да задолго до Колумба а викинги они же ну что считай славяне там очень смешная история была я помню с ними когда я ходил тогда с викингами тогда мы через Гренландию отправлялись Америку открывать ну все мы с мужиками значит плывем глядь это самое ну все высадились думаем где мы смотрим оглядываемся непонятно все какие-то идут там эти папуасы это самое какие-то такие ну мы давай они нам подарками обмениваться все мы молоко им даем они нам всякие там побрякушки ну просто такой культурный обмен так сказать а мы не знали что у них молока нет и у них ну не усваивается оно они его выпили всю ночь дристали понял а потом на нас с кофьями луками идут типа мы их отравили ну все мы вот на этом мы и закончили перебили конечно ё-моё нас перебили ну нас правда перебили да да это на самом деле ну типа не на самом деле но есть такая версия что они угостили их молоком тех понос случился они подумали а это нас отравить хотят походу они со злыми намерениями а так как бы сейчас вот сейчас бы шведская хаус-мафия там какая-нибудь была бы понял крутая шведы шведы вообще молодцы что ж это была история Христофора Колумба местами темная местами убедительная давайте вы тоже творите свою историю только не темную просто убедительную или не творите это ваша жизнь взрослые люди Расул Чебдаров Томас Гайсанов меня зовут Евгений Чеботков мы вместе на The Hall ну все пока чё пока пока Субтитры подогнал «Симон»